Здравствуйте, друзья! Вы на канале Golden Voice. Сегодня я прочту вам повесть, которую написал Аркадий Гайдар «Судьба барабанщика». Когда-то мой отец воевал с белыми, был ранен, бежал из плена, потом по должности командира саперной роты ушел в запас. Мать моя утонула, купаясь в реке Волги, когда мне было 8 лет. От большого горя мы переехали в Москву. И здесь через два года отец женился на красивой девушке Валентине Долгунцовой. Люди говорят, что сначала жили мы скромно и тихо. Небогатую квартиру нашу держала Валентина в чистоте. Одевалась просто. Об отце заботилась и меня не обижала. Но тут окончились распределители. Разные талоны, хлебные карточки. Стал народ жить получше, побогаче. Стало чаще и чаще ходить Валентина в кино. То одна, то с провожатыми. Домой возвращалась тогда рассеянная, задумчивая. И что там в кино видела, никогда ни отцу, ни мне не рассказывала. И как-то вскоре, совсем для нас неожиданно, отца моего назначили директором большого текстильного магазина. Был на радостях пир. Пришли гости. Пришел старый отцовский товарищ Платон Половцев, а с ним и его дочка Нина, с которой, как только увидались мы, рассмеялись, обнялись и больше нам за весь вечер ни до кого не было дела. Стали теперь кое-когда присылать за отцом машину. Чаще и чаще стал он ходить на разные заседания и совещания. Брал с собой раза два он и Валентину на какие-то банкеты. И стала вдруг Валентина злой, раздражительной. Начальников отцовских хвалила, жен их ругала, а крепкого и высокого отца моего называла рохлей и тряпкой. Много у отца в магазине было сукна, полотна, шелку и разных цветных материй. Долго в предчувствии грозной беды отец ходил осунувшийся, побледневший. И даже, как я узнал потом, подавал тайком заявление, чтобы его перевели заведовать жестяно-скобяной лавкой. Как оно там случилось, не знаю. Только вскоре зажили мы хорошо и весело. Пришли к нам плотники, маляры, сняли со стены порыжилый отцовский портрет с кривыми трещинами поперек плеча и шашки, ободрали старые васильковые обои и все перестроили, перекрасили по-новому. Рухлядь мы распродали старьевщикам или отдали дворнику. И стало у нас светло, просторно и даже как-то по-необычному пусто. Но тревога, неясная, непонятная, прочно поселилась с той поры в нашей квартире. То она возникала вместе с неожиданным телефонным звонком, то стучалась дверь по ночам под видом почтальона или случайно запоздавшего гостя, то пряталась в уголках глаз вернувшегося с работы отца. И я эту тревогу видел и чувствовал, но мне говорили, что ничего нет, что просто отец устал. А вот придет весна, и мы все втроем поедем на Кавказ, на курорт. Пришла, наконец, весна, и отца моего отдали под суд. Это случилось как раз в тот день, когда возвращался я из школы очень веселый, потому что, наконец-то, поставили меня старшим барабанщиком нашего четвертого отряда. И, вбегая к себе во двор, где шумели под теплым солнцем соседские ребятишки, громко отбивал я линейкой по ранцу. Торжественный марш-поход. Когда все арабы кинулись они мне навстречу, наперебой выкрикивая, что у нас дома был обыск, и отца моего забрала милиция и увезла в тюрьму. Не скрою, что я долго плакал. Валентина ласково утешала меня и терпеливо учила, что я должен буду отвечать, если меня спросит судья или следователь. Однако никто и ни о чем меня не спрашивал. Все там быстро разобрались сами, и отца приговорили к пяти годам за растрату. Я узнал об этом уже перед сном, лежа в постели. Я забрался с головой под одеяло. Через потертую ткань, слабо как звездочки, мерцали желтые искры света. За дверью ванной плескалась вода. Набухшие от слез глаза смыкались, и мне казалось, что я уплываю куда-то очень далеко. Прощай, думал я об отце. Сейчас мне двенадцать, через пять будет семнадцать, детство пройдет, и в мальчишеские годы мы с тобой больше не встретимся. Помнишь, как в глухом лесу звонко и печально куковала кукушка, и ты научил меня находить в небе голубую полярную звезду? А потом мы шагали на огонек в поле и дружно распевали твои простые солдатские песни. Помнишь, как из окна вагона ты показал мне однажды пустую поляну в желтых одуванчиках, сток сена, шалаш, бугор, березу? А на этой березе, сказал ты, сидела тогда птица-ворон и каркала отрывисто. Карр, карр. И вашего народу много полегло на той поляне. И ты лежал вон там, чуть правее бугра, в серой полыне, где бродит сейчас пятнистый бычок-теленок и мычит. Му-му. Должно быть, заблудился толстый дурак и теперь боится, что выйдут из лесу и сожрут его волки. Прощай, засыпал я. Бьют барабаны марш-поход. Каждому отряду своя дорога, свой позор и своя слава. Вот мы разошлись. Топот смолк и в поле пусто. Так в полудреме я прощался с отцом горько и крепко, потому что все же я его любил. Потому что зачем врать? Был он не старшим другом, частенько выручал из беды и пел хорошие песни, от которых земля оказалась до грусти широкой, а на этой земле мы были людьми самыми дружными и счастливыми. Утром я проснулся и пошел в школу. И когда теперь меня спрашивали, что с отцом, я отвечал, что сидит за обман и за воровство. Отвечал сухо, прямо, без слез. Потому что два раза подряд искренне с человеком прощаться нельзя. Отец работал сначала где-то в лагере под Вологдой, на лесозаготовках. Писал часто Валентине письма и, видать, по ней крепко скучал. Потом вдруг он надолго замолк. И только чуть ли не через три месяца прислал, но не ей уже, а мне, открытку откуда-то с дальнего севера, из города Сороки. В ней он писал, что его как сапера перевели на канал. И там их бригада взрывает землю, камни и скалы. Два года пронеслись быстро и нестолково. Весной, на третий год, Валентина вышла замуж за инструктора Оса Авиахима. Кажется, по фамилии Лобачев. А так как квартиры у него не было, то вместе со своей полевой сумкой и небольшим чемоданом он переехал к нам. В июне Валентина оставила мне на месяц 150 рублей и укатила с мужем на Кавказ. Вернувшись с вокзала, я долго слонялся из угла в угол. И когда от ветра хлопнула оконная форточка, и я услышал, как на кухне котенок наш осторожно лакает оставленное среди неприбранной посуды молоко, то понял, что теперь в квартире я остался совсем один. Я стоял задумавшись, когда через окно меня окликнул наш дворник дядя Николай. Он сказал, что всего час тому назад заходил вожатый нашего отряда Павел Барышев. Он очень досадовал, что Валентина так поспешно уехала и сказал, что завтра зайдет снова. Ночью я спал плохо. Снились мне телеграфные столбы, галки, вороны. Все это шумило, галдело, кричало. Наконец ударил барабан, и вся эта прорва своим и свистом взметнулась к небу и улетела. Стало тихо. Я проснулся. Наступило солнечное утро. То самое, с которого жизнь моя круто повернула в сторону. И увела бы, вероятно, кто знает куда. Если бы, если бы отец не показывал мне желтые поляны в одуванчиках, да если бы не пил мне хорошие солдатские песни. Те, что до сих пор жгут мне сердце. И весело мне от них, и хорошо. А иной раз и рад бы немножко заплакать. Да как-то стыдно, если не с чего.